Эх, жизнь моя рестянка, да ну её болото, живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Не сбылась мечта Водяного, не взлетел он словно птица, не расправил крылья и не узнал, что такое свободное падение. Но если ты, как герой мультика, мечтаешь о полетах не во сне, а наяву, мы сумеем тебе помочь. Смотри, что делает этот человек, он летает. И всё, что ему нужно, это специальная вертикальная капсула – аэротруба. Свободное падение, но это свобода, в первую очередь свобода. Заходишь туда и все проблемы остаются наружу. Первая аэротруба появилась в Америке в 60-х годах прошлого века. В России же летательный бум только начался, но бодифлайинг, по сути управления своим телом в сильнейшем потоке воздуха, уже успел завоевать тысячи поклонников. Это не просто, потому что непривычная среда – это сильный ветер, это напряжение мышечное, которое нарастает с каждой секунды полета. И привыкать к этому напряжению, привыкать, учиться, точнее, расслаблять те мышцы, которые нужно в данный момент ослабить, напрягать те, которые нужно в данный момент напрячь. Это вот как раз и искусство, это навык, который человек обретает, летая в трубе. Как утверждает Иван, овладеть этим искусством может каждый, даже очень неуклюжий человек, который в жизни своей отрывался от земли, только если на пару сантиметров. Откиньте плечи назад, вы прогнете с поясницей, руки поднимите, согните в локтях, ладони раскроете, локти чуть повыше, бородок поднимите. Вот, это положение, в которое вы будете летать. В этом же положении вы сразу зайдете. Знак увидели, все, что нужно сделать – упасть вперед. Уже боюсь, но ощутить свободное падение хочется. Учусь дальше. Пальцы выпрямлены или они выпрямляются? Я прошу вас обе ноги разогнуть в коленях. Плавно ноги разгибаются. Пока сигнал видите, движение продолжайте. Очень просто. Видели вот такой сигнал, движение остановили. Ноги разгибаете, замерли после этого сигнала. Никакого больше движения. Видели вот такой сигнал. Что может быть? Согнуть обратно. Отлично. Больше всего порадовал совет расслабиться и получать удовольствие. Как это сделать с учетом того, что скорость потока может достигать 300 км в час, ума не приложу. Сейчас начинаете выдыхать. Выдых. Улыбаетесь. Первые секунды. Волнение, ветер, нечем дышать. Дальше полнейшая эйфория. Словами передать невозможно. Чувствуешь себя на седьмом небе в прямом и переносном смысле. Наверное, Алиса, попадая в кроличью нору, испытывала примерно такие же ощущения. Страшно, но безумно круто. Почему вдруг я вспомнила про эту сказочную героиню? Да потому что в капсуле не только летают, но и устраивают представления. Сегодня, например, в воздушном потоке как раз парит главная героиня книги Льюса Кэрролла Алиса. А шляпник, мартовский заяц и другие персонажи катаются на коньках прямо перед аэротрубой. Мы решили совместить сказку «Алиса в стране чудес» и полеты в аэротрубе только от того, что Алиса в сказке во сне летает. И мы решили сделать этот полет наяву. Совместили всех сказочных героев и сам полет Алисы воедино. Вслед за Алисой в аэротрубу вошла, или точнее влетела, олимпийская чемпионка и художественный руководитель Петербургского ледового театра Елена Бережная. Волнение всегда есть. Видимо, если каждый день на тренировках, то, наверное, оно как-то пропадает. И начинаешь чувствовать другие ощущения. Когда ты не часто это делаешь, то, конечно, волнение всегда так... Сердце бьется в пятках, а и стучит. Елена, как я вас понимаю, после моего полета уже прошло время, но при одном только воспоминании о свободном падении, сердце начинает биться в бешеном ритме. Вылететь в трубу хочется еще, причем неоднократно. Поэтому советую хорошо подумать, летать или не летать. Но если выберешь первое, остановиться будет невозможно. Продолжение следует...